Мафия в белых халатах. Запорожские больницы превратились в рассадник коррупции. Об этом заявляют прокурор области Александр Шацкий и общественные активисты. Врачи, в свою очередь, утверждают, финансирование их отрасли настолько мизерное, что выжить сегодня без взымания денег с пациентов почти невозможно. Обвинения и оправдания звучали на совместном совещании правоохранителей и работников здравоохранения, где стороны пытались найти компромисс, как искоренить систему поборов и не допустить сползания медицины в еще большую пропасть. Украинская медицина осталась бесплатной только на бумаге. Это признают и в областной прокуратуре. Вместе с тем, говорит руководитель ведомства Александр Шацкий, сегодня медучреждение – настоящий рассадник мафии. По его словам, все больницы выкачивают из людей деньги для карманов смотрящего. Вся система пропитана наполнением, в первую очередь, карманов тех бандитов, которые сегодня убежали из страны, и местной так званой элитой. Работа по искоренению медкоррупции, заверяет Шацкий, активно ведется. В двух больницах уже проведены обыски. Преступная система, по словам прокурора, будет сломана. Либо врачи опомнятся и сами откажутся от нее, либо с помощью уголовных дел. К примеру, говорят в ведомстве, в селах и райцентрах медицина тоже недофинансирована. Однако там, к примеру, те же благотворительные взносы с пациентов берутся не из-под полы и не в таких объемах. Другая проблема, говорят в прокуратуре, работа больниц с частными лабораториями. Фактов, когда пациента отправляют делать анализ по конкретному адресу, множество. Третье направление, по словам стражей закона, покупка больными или их родственниками лекарств за свой счет. Общественный активист Сергей Нечапуренко снова столкнулся с этим недавно, когда близкий человек попал в реанимацию. Я получаю первый день реанимации список, неправильно оформленный на листочке, с нарушением инструкции соответствующей, на 200 долларов лекарств. Ну, номинально я знаю, что не один раз сталкивался с больницей, это где-то 100 долларов. Чиновники от медицины разводят руками. Отрасль не то, что недофинансирована, она просто организирует. Например, мол, на медикаменты госбюджет выделяет 5 гривен в год на человека. Эта сумма, уверены люди в белых халатах, даже не требует комментариев. Утвержден миллиард 969,9 миллиона, то есть 60% от нашей потребности. При этом на медикаменты 28,8 от потребности. Послам Александра Шацкого отчасти он согласен с тем, что больницы могут брать деньги с пациентов. Но, во-первых, сначала это нужно узаконить, а во-вторых, должен быть строгий учет этих благотворительных взносов. Что же касается частных аптек на территории медучреждений и частных лабораторий, с которыми медики тесно сотрудничают, прокуратура продолжит проверки в этом направлении.